всем привет вы на канале лазница меня зовут вика 16 августа 2018 года то есть 7 месяцев назад я выложила видео где показывала свой способ придуманный мной накрутки волос без плойки там я крутила волосы на носки но на что я крутила было не важно важно важен был сам метод накрутки мне начали писать что на носки уже крутили волосы что бабушки наши в старину крутили на папилетки на бумажки и на прочее что это не новый способ а хорошо забытый старый так вот хочу сейчас показать как крутили бабушки и как кручу я что я придумала собственно сегодня у меня будет модель вот эта прекрасная женщина ну и на себе я тоже покажу с этой стороны я буду накручивать бабушкиным способом с этой стороны моим и так для бабушкиного способа мы берем прядку берем тряпочку оставляем кончик и начинаем на эту тряпочку накручивать локон как на обычную плойку то есть мы взяли одну прядь и накручиваем ее как на плойку просто на эту тряпочку накрутили что дальше теперь это все скручивали вот так вот и завязывали эти два конца тряпочки вот собственно вот так вот это выглядит и попытаюсь сделать то же самое еще и на бумажку не знаю правда как ее завязать как-то завяжем как-то так и не знаю правда как с этим можно успать так бабушкиным способом накрутили теперь на этой стороне я покажу способ мой тихо женщина нужно показать так делю эту прядку на 2 если что это как бы уже не похоже на бабушкин способ теперь беру предмет на который накручиваю кладу по центру между двух прядей и начинаю накручивать сначала одну прядь оборачиваю это тряпочку потом вторую прядью оборачиваю эту тряпочку потом опять одной прядью и второй одной прядью второй и так чередуем пока не закончатся волосы все волосы закончились теперь нам нужно резинка если вы очень переживаете за то что резинка поломает ваши волосы вы можете тряпочка обернуть или на что вы там накручивали и завязать резиночкой просто чтобы кончики не раскрутились я не очень понимаю как мой метод похож на бабушкин ну правда может я туплю я пользуюсь теперь им постоянно до этого я не пользовалась никаким методом накрутки без плойки потому что что я не пробовала это было что-то страшно с этим способом у меня нету заломов плюс еще есть объем и локоны держится дня три и они даже лучше чем на плойку если честно потому что я на плойку себя так накрутить не могу и на плойку мои локоны распускаются быстро на бумажное полотенце вообще получаются прекраснейшие афрокудри если у вас длинные волосы то вы берете два куска полотенца то есть не разрываете их а вот так вот складывать эти два куска и получаете шикарные кудряшки я надеюсь что вам понятно было разница бабушкиного метода и моего да делали локоны и на тряпочки и на бумажки и на носки на все что угодно делали локоны но просто обычным способом накручивали а дальше уже исхищрялись как-то заворачивали чтобы она все держалась но я не хотела вам чепуху показывать которая даже на мне не работает тут важно именно сам этот метод двух прядей сотни людей пробовали этим способом присылали фотографии я просто была в восторге на разную длину на разную густоту они брали разные пряди разные носки девочки даже на трубочки крутились то есть можно афрокудри на трубочки сделать таким же способом и все прекрасно очень красивые работы я в конце видео вставлю обязательно потому что мне приятно что вы присылали мне свои работы и что вам понравился именно этот способ также я хочу показать на себе у меня тут есть мои бумажные полотенчики которыми я уже четыре раза или три накручивалась делала мелкие кудри этим же методом за 40 минут накрутилась и все ночь поспала с утра я с афрокудрями понимаете ну то есть я не сижу три часа не кручу на плойку потому что это очень быстро берутся больше прядей и получается мельче так что на заметку с этой стороны я покажу бабушкин метод с этой стороны мой сделаю по одной прядке так теперь скручиваем и завязываем готово и с этой стороны я накручиваю своим способом все готово вернусь через несколько часов распущу и посмотрим что получится мне уже самое интересно ну что будем распускать начнем с самого первого который мы крутили на тряпочку так локон на носок не получился локон на бумажное полотенечко тоже что-то получилось но видите везде у них вот так вот домиком получается залома ну вот как-то так на бумажку получилось так чтобы вернуть видите локоны странно смотрятся чтобы их вернуть прежний вид они крутились вот так значит их нужно пальчиками закрутить в эту же сторону то есть дать им направление то же самое если вы крутите таким способом и просто в ту сторону которую крутили взяли задали направление если вдруг вы сняли у вас непонятно что получается и вот в принципе получается локон от корней очень даже прикольный на бумажку получилось так и теперь я разбираю локон каждый на части я бы сказала на разные материалы получились достаточно одинаково красивые локоны сейчас тут разберем в общем вы сами видите как я не распределяла вот так в разные стороны все равно у корней нету объемчиком и и вот так вот такие вот локоны получаются на мой метод вот такие вот на бабушкин метод сейчас еще себя расплету вот видите вот это вот мне не нравится я не знаю ну то есть это специфика этого метода ну так он закручивается и ничего не поделаешь ух барон кудряшки тут получаются классные ну вот у корней мне не нравится не буду скрывать что мне очень приятно что мой способ стал настолько популярным что его подхватили даже многие блогеры и без зазрения совести выдают это за свое или бабушкина достижение многие вдруг необъяснимым образом вспомнили что и их бабушка или прабабушка что-то такое же плели на какие-то там тряпочки или бумажечки честно наблюдать за этим очень забавно однако неоспоримый факт в том что этот способ накрутки был придуман мной у него даже есть история это не то что я своровала у кого-то нагло с чего это все началось у американских блогеров инстаграме была популярна вот такая вот коса но они ее плели как-то очень сложно и мне хотелось все время ее упростить поэтому получилось коса кнут которую тоже многие повторяли присылали мне фотографии мне было очень приятно и вот в один прекрасный момент у меня долго на манекене стояла эта коса и пришло время распускать ее я распустила и вот эти вот боковые пряди получились идеальными локонами и вдруг у меня стреляет в голову такая мысль что вместо основной пряди просто нужно положить какой-то какую-то вещь какой-то предмет иной не волосы и на него накручивать так и будут шикарные локоны после чего я сразу начала снимать то видео и на том видео я делала это впервые и мои эмоции можно было увидеть тоже в том видео потому что ну я была настолько удивлена что это получилось это получилось круто и я захотела поделиться этим со своими подписчиками почему бы и нет способ не занимающий много времени и дающий качественный результат завивки но если вы беспардонно передираете мою идею то имейте хотя бы совесть и не удаляйте комментарии людей где они пишут и сообщают вам об авторстве этого способа которые большинство повторителей замалчивают или вообще выдают за свое личное или древнее народное творчество хочу сказать спасибо большое моим подписчикам что вы даже такие мелочи не оставляете без внимания спасибо что переживаете за это к сожалению я вас понимаю но как либо повлиять на авторов подобного плагиата я не в силах так что пусть это останется на их совести также хочу сделать ударение на том что я абсолютно не против таких видео если автор не поленился и указал источник оригинала кто давно на моем канале то вы заметили что если я знаю автора какой-то прически которые повторяют фотографии я всегда указывал потому что человек это придумал человек это сделал почему я должна просто передирать его идею и даже не указывать чего я хочу по отношению к себе так как считаю это абсолютно нормально мне очень хочется придумывать какие-то новые способы укладки какие-то новые прически но крайне неприятно когда это тут же передирают и выдают за свое достижение у меня уже такое было не раз самое обидное что я помню это у меня был маленький канал и я придумала как заменить каниколон я делала волосы из ленты и это сразу подхватил канал побольше и теперь везде вставляется видео этого канала как будто меня и не было я с год назад смотрела и сейчас очень много видео где все показывают как сделать каниколон из лент от маленьких деток блогеров до больших поэтому еще раз повторюсь что я очень хочу что-то придумывать и показывать вам все но вот когда сталкиваешься с таким вот наглым передиранием и как с этим бороться я не знаю поэтому прошу вас помочь как-то советам может напишите в комментарии любые ваши идеи я буду всему рада правда хочется чтобы все оставались людьми и вели себя корректно я уже начинаю задумываться показывать ли мне все видимо сейчас такая мода у людей но я знаю что есть еще хорошие прекрасные люди которые не выдают чужие идеи за свои это видео получилось наверное очень длинным но спасибо большое тем кто досмотрел кому было не все равно надеюсь что сейчас вы поняли чем отличаются эти способы и теперь вы знаете кто придумал этот способ если будете повторять то обязательно ставьте хэштег локоны от лозницы и отмечайте меня на ваших фотографиях в инстаграме я всегда всех лайкаю добавляю в истории мне настолько приятно правда я прям расцветаю когда вижу ваши работы спасибо всем понимающим всем кто понял изначально даже что это совсем другое всем кто попробовал я буду заканчивать это видео надеюсь что ответила на все вопросы и с вами была лозница вика до следующих видео всех целую и всем пока удачи 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok